итак всем привет это обзоры лего его аналогов от клей красный и сегодня обзор моей лего коллекции как я обещал уже очень давно для своих подписчиков много раз спрашивали очень просили сильно когда же будет обзор и вот обзор всей моей лего коллекции всех моих лего мифигурок всех моих лего наборов которые можно посмотреть которые можно достать которые у меня в таком легком доступе в общем давно просили и вот оно непосредственно видео сразу скажу что снимаю на телефон со стабилизацией так что может немножко будет шататься может немножко будет не очень хорошая съемка потому что без штатива конечно не люблю я снимать скажу вам по плану что сначала мы пройдемся по всем лего мифигуркам которые у меня есть в доступе потом посмотрим на мой коллекцию спи чемпионс лего техник и на наборы которые у меня есть в шкафу в шкафу которые стоят и наборы которые у меня не вскрыты по что у меня очень много не вскрытых наборов которые не дошли просто руки и на я уже наверное не дойдут а может и дойдут вот ну давайте начнем с мифигур который я вот здесь вот так вот выставил здесь у меня представлено рабочее пространство я всегда снимаю где вы всегда видите мой контент это два вот этих у 23 замечательных бокса бокс я покупал на алиэкспресс покупал еще очень давно свое время не стоили чуть больше 1000 рублей сейчас не знаю сколько они стоят боксы прикольные замечательные но вот знаете может быть я что-то изменю а может быть нет как-то они мне уже немножко под надоели вообще но скажем так это уже стало фирменным фирменным стилем моей заставки моего моего канала потому что когда я начинаю любой обзор и эти боксы стоят и они иногда передвигаются если кто-либо занимательных зрителей заметил они передвигаются потому что я достаю может быть мне нужно быть фигурка из нижнего бокса соответственно бокс потом меняется то есть не всегда не стоит в одном положении начнем с вот этого замечательного первого бокса о нем будет потом отдельная история этот бокс этот бокс я купил специальный китайский наборчик лего спид чемпионс условно говоря но он похож просто на лего спид чемпионс и там был этот бокс в комплекте вообще крутой я планирую вот так вот полностью всю свою коллекцию спид чемпионс закрыть потому что я очень бережно отношусь к лего и стараюсь чтобы она мне пылилась вот потом мои любимые фигурки многие спрашивают про мою любимую фигурки и сама моя любимая это иван кеноби но многие думаю мои подписчики знать что кеноби вообще является моим любимым персонажем звездных войн вот а это на фигурка из тоже очень эта фигурка просто она отдельно была про отдельные про отдельно про нее снимала обзор очень прикольно очень нравится она прямо по третьему эпизоду классическими очень прикалывает вот дальше здесь мне тоже две мои любимые фигурки это я делал кастом это скажем так логотип мой моего канала и фигурка убивай кеноби она тоже китайская тоже она китайская здесь она именно в такой боевой позе его любимую с такими специальными руками руки качая специально для мифигурки делают китайцы вот здесь место это две такие фигурки кеноби и skywalker арт вейдера вот они стоят здесь не просто так они там загораживают розеточку вот делаю все что было красиво стильненько потом очень мне нравится мини-фигурка десятилетия к сожалению еще не купила есть такая же красненькая мне очень прикалывает в виде детальки лего брик сасоки который у меня хранится уже почти скоро будет год я купил в марте того года никак тоже не вскрою не открою но он просто вот стоит уже как фон красивый там если что там реально он не вскрытый вот он он не вскрытый вот видите тут пломбочки стоят заводские так я сразу если что извиняюсь за раз фокус вот бокс этот бокс я уже давненько собирал здесь мне представлены скажем так злые стороны немножко немножко и есть немножко сопротивление но вы видите там сзади меня вся империя практически здесь у меня в каждом боксе у меня практически но половина половину зачастую у меня естественно преобладает китайскими фигурки я сразу вам скажу большой вопрос который мне задают мои подписчики какие фигурки больше китайских и либо оригинальных у меня где-то в соотношении 60 на 40 то есть 60 процентов меня китайскими фигурка и 40 оригинальных ну вот так сложилось как-то обзоры китайского лего больше мне любят и смотрят поэтому мне приходится их покупать и смотри и делать для вас обзоры так ну тоже быстро пробежимся по боксу сзади меня империя а у меня здесь оригинальные я точно помню что кто-то из-за штурмовиков задних потом крайне справа тоже по моему оригинальные штурмовики оригинальные дарт молл палпатин вейдер вот этот не оригинальный потом все три вейдера с края вроде как оригинальный да оригинальные они арклон рф потом оригинальные все мини фигурки идут сопротивление мне оригинальное здесь у меня охотники за головами они тоже оригинальные но и впереди вы видите что фигурки китайские по ним по моему это видно вот следующий мне такой бокс нижний здесь у нас представлены силы добра сзади меня повстанцы они все оригинальные кроме крайних справа это по моему с неоригинального бокса потом меня идут джедаи джедаи все оригинальные кроме кроме первых двух skywalker они не оригинальные поэтому меня не оригинальные Сайси Тин и забыл как джедаи к зовут и вот этот вот Kenobi с вот этим тоже они не оригинальные здесь затесались arose mini maus ну вот так получился снесу время вопрос некуда заставлять и никак я их оттуда не достал здесь у меня вообще все перемешку практически меня там и marvel odyssey и ниндзяга и но иb для у меня здесь есть оригинальные лирала с кими фигурки это скорее всего не скорее всего это у меня конкретно не фигуре по коллекционным сериям. Я думаю, вы их видите, перечислять я их не буду, но именно по коллекционным сериям здесь оригинальными фигурки. Вот, потом я собрал пластины, наконец-таки на стриме я, кстати говоря, собирал, был стрим ребятам, кто смотрит, всем привет, данное видео. Вот, собрал эти две-три пластинки такие интересные. Здесь у меня Звездный Войн, у меня не так много оригинальных фигурок, у меня нету армии клонов, я их стараюсь собирать, а если я их собираю, они у меня лежат в коробках, ну, вот так же выходит. Здесь вы прекрасно видите, у меня там 212-й, мой любимый батальон, повстанцы, инферно, мандалорцы, снова повстанцы, клоны, джедаи. Вот, джедаев у меня больше, но они у меня собраны немножко в другом виде, в другом месте, здесь у меня выбывают коммунинцы, последние мини-фигурки свежие. Вот, и еще вот такая пластиночка, здесь тоже у меня сборная солянка, здесь и ниндзяга, и марвел, и коллекционные мини-фигурки по DC, по марвел. Вот, есть некоторые мини-фигурки у меня вот такие запакованные, особо мне дорогие, в том плане, что очень мне не нравятся, очень для меня ценные. Вот, это вот такие пластинки. Сейчас еще перейдем к другим мини-фигуркам, где они у меня хранятся. Так, продолжаем обзор всех моих мини-фигурок, здесь у меня есть отдельный такой шкафчик, чуть правее от моего рабочего пространства, в котором находятся другие, не менее ценные для меня мини-фигурки, там у меня находится целая пластинка мини-фигурок по Властелину колец. Я скажу вам честно, что это почти основные там ключевые персонажи по Властелину колец, и всех их мне подарил мой подписчик. В начале моего пути, когда у меня еще не было очень много подписчиков, он мне их подарил. Вот, за что ему спасибо большое. Это Ваня, у меня есть обзоры, как я раскрываю от него коробки, и большой ему респект, Ваня, если ты смотришь, то привет тебе. Вот, также у меня там представлена коробочка, оригинальная, старая, мне очень ценная, мне очень нравится она. Сверху эти мини-фигурки клонов, тоже старые, классические, и здесь просто, ну, такой разноброс у меня стоят мини-фигурки. Естественно, Оби-Ван Кеноби у меня здесь спереди, и у меня тут два, даже три Коуди, два из которых у меня кастомные от Ангел Кастомс, вот, это Штурмовик, и Коуди он тот. И здесь у меня клон Командос от Венблокс, и клон 99-го отряда от Кроуд. Ну, в общем, вот так у меня там все представлено, вот так у меня стоят все мини-фигурки, там, по-моему, в Millennium Falcon, просто завалено еще что-то. Ну, тоже иногда не бывает времени до них добраться, но здесь все так стоит, не пылится, самое главное. Вот, чуть ниже опускаемся, здесь у меня тоже пластинка, здесь у меня тоже мини-фигурки, но здесь у меня все китайское, здесь у меня китайская коллекция мини-фигурок. Вот, ну, начнем сверху, здесь у меня точно так же представлены от Венблокс 501-й регион, там у меня имеются небольшие самоделочки, там у меня просто они стоят, мини-фигурки. Имеется оригинальная коробка самого любимого моего набора на данный момент. Вы видите, какой это наборчик. Коробка в потрясающем состоянии, просто вот стоит, ценная для меня, смотрю на нее иногда. Вот, и китайские мини-фигурки. Здесь просто все разнаброс, все китайское, отдельная пластинка с китайскими фигурками, и спереди тоже стоят китайские мини-фигурки, но за исключением вот этих оригинальных мини-фигурок из коллекционных серий. В общем, вот так у меня представлены мини-фигурки, они у меня вот так хранятся. Также вам честно признаюсь, у меня еще имеются две вот таких небольшие коробочки из-под обуви или чего-то еще такого, где у меня хранятся остальные китайские мини-фигурки. Здесь они мини-фигурки такого среднего качества, но есть и неплохие. Вот, например, Гоблин лежит, здесь неплохая мини-фигурка. Вот, просто хранятся, потому что их очень много, ставить на пластинку их неохота, здесь не все потрясающие вау, поэтому вот так они нашли свою судьбу у меня. Итак, моя коллекция LEGO Speed Champions, и я думаю, что тоже мои подписчики в курсе знают, что мне очень нравится LEGO Speed Champions, и помимо него, как вы видите, мне нравятся очень сильно машинки Hot Wheels. Вот, я собираю их уже не так давно, Speed Champions тоже не так давно, покупаю именно те точки культовые, интересные, которые мне нравятся. Вот, здесь у меня представлено, здесь у меня имеется, по-моему, две китайских всего лишь навсего, и все остальные оригинальные. Ну, тут понятно, там Bugatti, Chevrolet, там, по-моему, Dodge, Supra, замечательно просто Кунтуш Лаборгини, потом у меня идут такие вот Dodge-ки здесь стоят, три Dodge, один из которых китайский по форсажу, и он мне пока что больше нравится, чем LEGO-овский. Пока что, потому что я еще не собрал, кстати, собирать буду я на стриме, стрим, наверное, нам уже пройдет, тогда, когда это видео выйдет. В общем, вот тут у меня представлена коллекция, я думаю, что в ближайшем времени она приобретет немножко другой вид, по-другому все это будет стоять, кстати говоря, кто не понял, это вот такая типа надстройка, здесь чуть ниже у меня представлены мини-фигурки на рабочем пространстве. Вот так они у меня пока стоят, стараюсь их очень частенько протирать, потому что не люблю пыль на LEGO, и они у меня практически всегда стоят чистенькие без пыли. Вот, чуть правее у меня представлена, скажем так, коллекция LEGO-техник, здесь у меня автомобиль LEGO-техник, это у меня Jeep Wrangler, китайский, я, кстати говоря, делал на него трейлер, годика, полтора, наверное, назад у меня на канале он есть, но снял обзор потрясающий, тест-драйв, он у меня моторизированный, то есть он двигается, ну, дистанционно, чтобы вы понимали. Вот, но не знаю, как-то пока не особенно на мой канале заходит видео с техник, и поэтому я стараюсь не снимать, хотя очень сильно люблю LEGO-техник. Вот, здесь у меня мотоцикл техник тоже, не помню, какой фирменный, наверное, Dodge, честно не помню, и Chevrolet Corvette, оранжевый замечательно, очень прикольный автомобиль. Также у меня здесь стоит кунтуш, китайские красненькие, просто имбовые, и, скажем так, его версия от Hot Wheels. И здесь у меня стоит любимая моя AE86 Truena, обзорный, который тоже будет скоро, и тоже кунтуш, но черный. Вот такая вот у меня коллекция сверху автомобиля, вот так она выглядит у меня. Ну и, наверное, самая долгожданная часть обзора, это все наборы, которые у меня имеются в LEGO и не LEGO тоже. Вот, у меня есть один пока что шкаф, долго я к нему шел, долго я хотел его взять, но взял наконец-таки. Сразу вам скажу, это не шкафы такие, он немножко плохого качества, но для того, чтобы хранить там свою коллекцию наборов и всего остального, он пойдет. Так, ну начнем мы с самого верхнего. Это вот такая вот полочка, здесь у меня хранится имперский звездный разрушитель, который я восстанавливаю, и там в пакете, по-моему, есть какие-то наборы, но, честно, я не достану, потому что это очень высоко. Так, а сама верхняя полка, поехали. Так, на самой верхней полке у меня хранятся все истребители типа эфирнофея, которые уместились. Здесь, по-моему, все оригинальные. Кто знает, также мои подписчики, я очень люблю этот тип истребителей и коллекционирую их. У меня они, по-моему, все, вроде как, я сам уже не помню. В общем, здесь у меня у нас Убиван Кеноби, Энкин Скайуокер, Асока Тана, Плакун, Мейс Финду, Сей Ситин. И вот тут такая небольшая диарамочка, это дуэль на Мандалории. Тут у меня две оригинальные Асоки, тут все оригинальное. Также тут очень олдскульная старая фигурка Скайуокера, которая мне очень нравится. И неоригинальная фигурка Боу-Катан. Вот, следующая полка, чуть ниже. Здесь у меня также представлена Республика, скажем так, и экшн-фигурка Штурмовика. Но здесь у меня не все помещается. К сожалению, Ювинг у меня поместился также на истребителе Ферной Фея. Здесь у меня оставшиеся три снизу представлены. И дальше уже идет истребитель ЭТА-2 представленный. Почти все тоже тут одного не хватает. Но я вам сразу скажу, что на самом деле старые версии 2005-2006 года мне больше нравятся, чем нынешние. В общем, здесь у меня стоят на полочке они. Дальше. Дальше, скажем так, у меня уже более что-то тематическое я пытался выставить. Там у меня представлена диарама. На диараме у меня, по-моему, Вейдер стоит тоже. Я решил туда запихнуть. Также у меня имеется Мандалорица. Мандалорская вот эта защита. Там стоит фигурка Дарт Молнии оригинальная. Здесь у меня представлен немножко ход. Старый олдскульный ход с новыми мини-фигурками. 212-й батальон. Я решил, что некоторые мини-фигурки очень красивые, прикольные китайские я вот так поставлю. Вот здесь у меня стоит дуэль. Новый наборчик этого года. Точнее, ушедшего 2022 года. Очень прикольный. Здесь я также решил поставить Вейдеров и Скайуокерский скиноби от компании Круид Китайской, которая сделала офигенный пак. Дальше у меня тоже такой небольшой разноброс. Там хижина Люка на планете. Потом всякие разные локации. Это, по-моему, с первого эпизода. Потом с пятого эпизода стоят мне фигурки. И последний офигенный, скажем так, Батл Пак. Тоже дуэль Люка с темными штурмовиками. Прикольная. Мне очень нравится этот наборчик. Вот в этот наборчик я решил запихнуть всех темных штурмовиков, которые у меня имеются. И вот тут стоят у меня Инквизиторы с Дарт Моллом. Китайский. Вот, следующая полка. На следующей полке у меня представлена техника чуть покрупнее. Здесь у меня Мандалорский истребитель. Последний Боба Фетт с Лайф-1. Здесь у меня также гоночный пот Иннокентина Скайуокера. Потом гоночный пот Мандалорцев. И также истребитель, который не поместил в самой любимой. Эфирная фея, но с кольцом Гипердрайва. Также у меня там, по-моему, Вивинг стоит. Если он правильно называется. И Брик Хэтс. Здесь стоит Мандалорца. И Малыша Грогу. Ну, очень большие эти модели. Очень много места занимают. И их трудно куда-либо вместить. Но я попытался это сделать. Предпоследняя полка. Я пытался разнообразить ее не Звездными Войнами. Чем-либо у меня также имеется Марвел и все остальное. Здесь Мех по Железному Человеку. Здесь также офигенные истребители. База Лайтера. Он прикольный. Он на подставке. Он с наклейкой. Потом Хижина Фрода из Ластильных Колец. Потом у меня тут представлен Марвел. И Диси Чудо-Женщина. Доктор Стрэндж. И Тор. И Брэк Хэт Стануса здесь также представлен. Ну, и вот такие вот интересные детские наборчики. Самая последняя полка. Она еще, скажем так, не доделана. Я думаю, что тут еще поместятся наборчики. Ну, здесь уже оставил по принципу, что сюда вмещается. Просто здесь я планирую не только Звездные Войны. Звездных Войн, естественно, у меня больше. Здесь и последние наборы. Здесь и Шаттл Палпатина. Истребитель Гривуса. Потом Дройт Паук, который постоянно просто разваливается и не хочет стоять. Ну, я думаю, что переставлю как-нибудь эти вещи. Потому что, ну, как минимум, Шаттл Палпатина мне больше всего нравится. Но, наверное, когда я куплю второй себе шкаф, он обретет другое место точно. Ну, и для концепции, чтобы вы просто понимали, как все это выглядит. Вот шкаф, вот верхняя полка. Также слева у меня приклеен Hot Wheels. Но это уже другая история, как говорится. Вот. И весь вот так вот шкаф у меня представлен здесь в длину. Так, ну, если вы думаете, что это все мои наборы Лего, то нет. У меня очень много наборов Лего, которые просто не вскрытые лежат и не доходят руки до них. А, может быть, не дадут. Потому что с каждым годом они пролетают все больше ценностей. Вот. А это первая коробочка, где у меня лежат наборы Лего. Как вы видите, здесь у меня Айрпод Гривуса. Здесь у меня старый танк с ТИК-130. Потом вот эти два набора. Это что у меня? Давайте посмотрим. Так, это поход. Видите, все пломбы заводские. Ничего не сорвано. Вот. Все эти наборы, ребята, я покупал в течение последних трех лет. Вот. Покупал их, но руки не доходили. Это истребитель Убивана Кеноби. Это два. Тоже не вскрытые. Это техник. Это техника. Это потом Шагохот и ТСТ. Они новые, не вскрытые. Ребят, просто не вскрытые наборы лежат у меня, пылятся. И с каждым годом они становятся все дороже. Можно сказать, что это лего инвестиции. Эти наборы в свое время я покупал за лютые копейки. По сравнению с тем, кто как они сейчас стоят. Вот. Это первая коробка. Сейчас еще одну покажу вам коробочку. Вот. Вторая коробка куда больше. Имеет она вид вот такой, скажем так, жесткий. Но это все осталось после переезда. У меня просто переезд, ремонт. Вот. Пока. Вот. Поэтому пока моя коллекция выглядит, может быть, не так красиво, как хотелось бы. Здесь точно так же не вскрытые наборы. Здесь и Speed Champions. Которые никак не дойдут руки просто. Здесь у меня два батлпака 501-го легиона не вскрыты. Здесь хижина Йода. Здесь тоже на буху Йода, Бион Кеноби. Здесь тоже с Бион Кеноби наборчик. Потом абсолютно никак у меня не дойдут руки до бэтмобилей. Бэтмена. У меня очень... У меня три бэтмобиля Бэтмена. Тут тоже вот наборчик нового по Бэтмену. Где-то вот еще Бэтмобиль Бэтмена. Видите, да? Это, по-моему, по старому классическому Бэтмену. У меня два невероятно крутых дракона. Они дяги. Просто, ребята, они есть. Но я их никак не вскрою. Не сделал на них обзор. Где? Вот такой вот зеленый. Там еще какой-то набор Лего лежит. Вот. Там еще какой-то Лего Марвел у меня лежит. Это, по-моему, мех Железного Человека. Достать бы его. Да, это мех Железного Человека. Еще самый первый. Вот такие наборчики по Человеку-пауку. Потом Лего Мувы специально Бэнни я покупал. Вот. В этих пакетах тоже, по-моему, какие-то Бэтмобиль. Давайте. Да, давайте. Раз уж все достаю, все подноготную показываю. Давайте все достану. Вот такой у нас живой лайф-экшн. Вот. Что там? О, да. О, да, блин. Я уже и забыл, что у меня это есть. Слушайте. Это у меня еще один Бэтмобиль. Новенький, по-новому фильм. Потом это шаттл бракованной партии. Не вскрытый. В том году его взял, купил. И, естественно, Лего Техник, который тоже лежит и пылится. Я его купил, кстати, по-моему, за 3 тысячи. Сейчас стоит намного дороже. Вот. А там внизу под этой пленкой, по-моему, ничего нет. Ну, вот как-то так. Все это у меня лежит и никак руки не доходят. Традиционно уже для всех со штативом, нормально, с стабилизацией. Вот. Ребят, вот такой вот получился у меня обзор. Это первое будет видео в этом году. Еще раз всех с Новым Годом, всех с Рождеством. Спасибо вам, что подписываетесь, что смотрите. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вот. Надеюсь, вам понравился обзор моей коллекции, мой ром-тур. Конечно, честно, не так бы мне все это хотелось, чтобы это выглядело. Но я стремлюсь все это улучшить, сделать более красиво. Но, к сожалению, есть какие-то наборы, которые я до сих пор никак не открою. Возможно, не открою. Но я вам скажу, что я их покупал. Сразу скажу, что покупал в течение их трех лет. Это все не за один раз, не за один Новый Год, скажем так, мне Дедушка Мороз принес. Вот. Очень много мне фигурок. Возможно, еще не все показал, потому что кое-какие наборы просто у меня лежат полуразобранные, полусобранные. Они лежат просто у меня в отдельных коробках. Но я пока думаю, что нет смысла о них говорить. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео. Еще раз всех с Новым Годом, с Рождеством. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте, Телеграма и на Дзен-канал, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Еще раз всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok